Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». С вами сегодня Ирина Чекунова. Вот я в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190, задавать свои вопросы. А сейчас представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Сергей Борисович Щукин, начальник штаба Юнармии Калининского района, руководитель Центра военно-патриотического воспитания администрации Калининского района. Сереж, добрый день. Добрый день. И Евгений Николаевич Калюкин, председатель Тверского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», начальник штаба регионального отделения Юнармия Тверской области. Женя, здравствуйте. Здравствуйте. Да, хотелось бы сказать об этом поподробнее, так как вопрос в том, что данная ситуация наложила отпечаток на ритм жизни не только детей, но также и взрослых. Самоизоляция, карантин, как сейчас все это привычно называем, пандемия коронавируса, говорит о том, что необходимость меньше находиться на улице диктуется условиями того, что увеличивается количество смертельных случаев, а также выявление зараженных. Мы говорим по всей России сейчас. Да, по всей России. Вопрос в том, что многие люди до сих пор еще не понимают, и мне кажется, это тяжело. И мы стараемся довести через средства массовой информации до людей, что это не шутки. Так как в первую очередь сначала думали, что это люди старшего возраста, это наши бабушки, дедушки. Сейчас уже речь идет о молодых людях, о детях и лицах до 40 лет. Вопрос в том, что многие думают о том, что это руководство страны дало такой шанс, как говорится, каникулы какие-то. Нет, это совершенно другое. Можно сказать о том, что данная ситуация складывается следующим образом. Все дети ушли на удаленное обучение. Да, в школах никого нет, все закрыто. Совершенно верно. Многие учителя сейчас перешли на обучение по скайпу, по телеграмму, в ватсапе переписки. Задания даются на дом. Дети сейчас, как говорится, привязаны, не выходят из дома, и поэтому мы говорим о том, что нужно заниматься ими не только с уроками, с системами Министерства образования, но также и продолжать патриотическое воспитание, спортивное воспитание детей. Спортивное, это тоже дистанционно. Это дистанция, это даже по тому же самому интернету какие-то программы. Совершенно верно. Вот сейчас одна из программ, которая по линии юнармии, это подготовка ГТО. То есть отжимание от пола на количество раз с записью видео и выкладывание это в интернет. То есть, Жень, я так поняла, что подготовка ГТО это то, что можно сделать, не выходя из дома. Совершенно верно. Подтягивания на определенном, как говорится, турнике самодельном, отжимания от пола, приседания, выпады. Ну, если найдутся какие-то утяжеляющие предметы, как раньше это было. Ну, наверное, у многих подростков есть гантели, да? И спандеры, да. Совершенно верно, да. Всем этим стоит заниматься. Ну, у многих, конечно, дома есть беговые дорожки, эллипсы. Этим надо заниматься, потому что сейчас человек, находясь дома, он, тем более во время весны, не получает ни витаминов. И, находясь без движения, он, можно сказать, деградирует. Мы сейчас говорим о том, и с целью нашей передачи, что мы собрались, в первую очередь, обезопасить себя и взрослых. Так как дети – это наше будущее, и ребята постоянно находятся в соцсетях и в интернете, они прекрасно понимают ситуацию, которая складывается. И очень мало, я вижу, честно сказать, детей на улице. Это хорошо, это большой плюс, потому что они понимают, как это опасно во время эпидемии. Но я хочу сказать, что если мало детей на улице, это же многое зависит от родителей в том числе. И от родителей, совершенно верно. Чтобы каким-то образом контролировать ребенка, потому что он может находиться дома, он сидит в интернете, но в интернете бывают разные, к сожалению. И нужно ограждать самого ребенка от этого интернета, от некоторых сайтов. Совершенно верно. И вот здесь как раз вопрос в том, что дети больше разбираются именно в интернете, они быстрее осваивают различные программы. И мы говорим о чем? Что наши дети сейчас являются вестниками победы над коронавирусом. Почему? Потому что они должны пропагандировать всеми средствами, которые у них есть, для лиц старшего поколения, чтобы они тоже не уходили. Кстати, а делается такое, есть какие-то специальные ролики против коронавируса, вернее, как себя вести и прочее, что дети могут посмотреть, чтобы им чаще попадало на глаза. Да, вот вы как смотрите в воду, вот Сергей как раз... Вот пока я не выкладывал еще роликов, но уже была сделана мной полностью подготовлена программа, выложена статья с определенными наработками в этом отношении. Это было выложено во всех группах в социальных сетях, это и Одноклассники, и Фейсбук, и Контакт. Это во всех группах, которые веду я, и в тех группах, которые дружат со мной, с моими группами. Довольно большое распространение, потому что на данный момент, когда вот мы начинали и создавали свои группы, то они были небольшими, а сейчас уже многие из наших групп насчитывают по 5-6 до 10 тысяч. Тысяч даже, да? И это не обязательно сами ребята, которые входят в юно-армейское движение, да? Нет, конечно, нет. Они распространяют ведь по своим друзьям, да? И чем больше будет охват, да? Предупреждения какие в основном, вот основные предупреждения детям ваши? Это, во-первых, правильность поведения, правильность поведения на улице, даже если по мере необходимости ты туда попал. Именно подчеркиваем по мере необходимости. Необходимости. Хотя основное у нас, да, основное правило сиди дома. Конечно, да. Находиться больше сейчас нужно в домашних именно условиях. Но если даже по мере необходимости ты попал все-таки на улицу, то существуют определенные правила поведения, существуют определенные медицинские правила, существуют определенные законы поведения на улице в этот период. Вот это я вот уже выкладывал. Помимо этого, это, соответственно, гигиенические нормы, которые должны соблюдаться. Руки, носи маску. Кстати, вот мы сегодня, как бы у нас маски у всех здесь с собой, но просто у нас студию продезинфицировали перед тем, как начинать эфир. Поэтому, что называется, на нас не равняйтесь, но мы не на улице. Мы находимся на расстоянии друг от друга. Да, мы и находимся в метре друг от друга. Так точно. Да, то есть все это дети знают. И родители, главное, чтобы вы знали, как мы говорим, когда ребенок переходит улицу, он должен обращать внимание на то, как ведет взрослый, который находится рядом. Если он пошел на красный, то и ребенок будет переходить потом на красный. Как раз-таки более тяжело донести до более старшего поколения все вот эти каноны, о которых мы сейчас говорим. Потому что, ну, я, может быть, с одной стороны понимаю, многие заняты бизнесом, многие самозаняты, многие работают и работают в таких системах и структурах, от которых сейчас не могут отказаться от работы просто. И получается, что принести домой – это можно откуда угодно. Да, конечно. А потом вот Женя говорил, что некоторые путают понятия, которые, к сожалению, жизненно важные понятия. У нас не каникулы, у нас не отпуск, у нас режим самоизоляции, да, пока нет карантина, но у нас режим самоизоляции – это не повод выезжать за город или где-то, накрывать стол и тусоваться на природе, что называется, с алкоголем. Вы просто понимаете, даже по некоторым медицинским законам, да, карантин и режимы уже более, за ним далее следующие, там и режим чрезвычайной ситуации, и режим введения каких-то часов. Нет, конечно. Конечно. Но они требуют определенных процентных соотношений в болезни, в выздоравливании и умерших. И вот пока этого определенного процентного соотношения не достигнуто, дал бы Бог, чтобы все осталось так. Ну, во всяком случае, пока Тверская область, мы как-то держим ситуацию, да? Вот спасибо тем, кто прислушивается к рекомендациям, спасибо тем, кто лечит, спасибо тем, кто стоит на страже, да? Это благодаря во многом нашим сотрудникам, которые стоят каждый день, выходят на работу ради нашего здоровья, давайте помогать, да? Уважаемые друзья, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом вновь будем в этой студии. Не переключайтесь. Мы вновь в студии программы «Тема дня». Напоминаю, что сегодня с вами Арина Чекунова, в гостях у меня начальник штаба Юной армии Калининского района Сергей Щукин и председатель Тверского отделения Российской общественной организации «Боевое братство», начальник штаба регионального отделения Юной армии Тверской области Евгений Калюкин. Друзья, я знаю, что вами подготовлена движением Юной армии специальная просветительская, скажем так, и военно-патриотическая программа, которая дистанционно привлекает ребят, и не только тех, которые входят в движение Юной армии. Вы правы. Вопрос в том, что нельзя так сказать, что именно только нами, именно только что это Юная армия участвует. Здесь подключаются все Министерства образования и Комитет по делам молодежи. Мы, прежде чем что-либо делать, обязательно все дело согласуем. У нас сейчас, да, вы сказали, следующее, ну, по поводу музея Сергей побольше расскажет. Я просто говорю, в общем, о программе, которая была программа для развития юной армейского движения. Она была разработана еще в самом начале, только когда движение зарождалось. Она касалась, именно разделена была на три подгруппы, в которых ребята проходили обучение по определенным азам истории, географии, русского языка, шахматы, шашки. Там все было прописано. Всестороннее развитие. Совершенно верно, да. Сейчас мы просто-напросто, как это не прискорбно, ушли на удаленку. То есть получается так, что заниматься с детьми непосредственно в контакте у нас не получается. Поэтому мы сейчас общаемся с ними, средствами связи, коммуникаций, различными ватсапами, вайберами, соцсетями, скайпами. Благо все это как бы дети научены. Благо, да, все это есть под рукой, совершенно верно. И у каждого дома, я не побоюсь этого слова сказать, есть планшет, есть компьютер, тем более есть смартфон. Здесь нет проблем в этом. И мы сейчас стараемся сделать следующее. Мы хотим, ну вот сейчас уже, можно сказать, есть информация, и как бы там ни было, никто это не утаивает. Комитет по делам молодежи, благодаря губернатору, оказался действием в покупке макетов автоматов для проведения занятий с юноармейцами, с патриотическими клубами в школах. Каждому муниципальному образованию будет выдано 4 макета автоматов. Это то, чего не было. Помните, мы год назад, да, когда была озорница, или вот, нет, это старт, нет, 16 декабря, да? Это перед 16 декабря мы говорили. Да, 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 помните. И я еще делала репортаж, когда дети не знают, да, как обращаться с автоматом Калашниковым. Да, вот мы и здесь как раз, я еще раз, благодаря губернатору, то, что все это произошло, то, что сейчас будет закуплено определенный комплект формы и разыгрывается второй конкурс на приобретение форменной одежды юноармейцев. Мы говорим с вами о том, что не время приостановилось, мы немножко должны выдержать ситуацию в том, чтобы все это прекратилось, и мы вернулись к нормальному образу жизни. Год победы, объявленный президентом, он как продолжался, так и продолжается. То есть его никто не отменял. Все мероприятия, которые были запланированы, они, конечно, пройдут, но уже со сдвинутыми строками. То есть все лагеря юноармейские, все смены, которые должны быть произведены, Зарницы, Орленок, все это будет, но только это, конечно, сроки. Может быть, просто отодвигается, да, и те самые, куда я приезжала прошлым летом, да, Женька, палаточные лагеря, где было предусмотрено абсолютно все для детей, да, это тоже планируется, будем говорить так, да? Конечно, палаточные лагеря также запланированы на этот год. Сам принимаю непосредственно участие в их проведении. На этот год, может быть, даже получится сделать более широко, потому что наверняка будет предоставлена площадка одного из оздоровительных лагерей, в которых будут предоставлены боксы и блоки. Но мы, соответственно, рядом со всем разобьем палаточную, именно палаточный городок, в котором будем проживать. А вот уже погодные условия, которые было такое в прошлые годы, что нам иногда не мешали. Но дети есть дети, и приходилось их собирать и увозить. А здесь у нас будет более широкий спектр, потому что даже при начале каких-то дождей мы сможем спокойно перебазироваться в блоки и боксы, и проводить там также и занятия, и продолжать жить. Слушайте, уважаемые друзья, как-то не верилось, как в фантастическом фильме. То, о чем мы говорили раньше, как само собой разумеющееся, сейчас мы говорим, ну, даст Бог, что такое будет, что мы это все вместе переживем. И на самом деле планы эти сбудутся, потому что умеря уже дистанционно-то не провести. А детям все равно нужно отдохнуть. В это надо верить. Почему? Потому что человек без веры – это не человек уже, да? Это уже получается, как говорится, притмыкающий какой-то. Здесь вопрос в том, что вот именно нами сейчас мы стараемся привлечь больше наших сподвижников и ребят, которые готовы принять участие в разработке различных программ. Я знаю, например, Виктор Васильев сейчас дистанционно проводит уроки по самбо. Даже по боевым искусствам? Да, даже так. Потому что я вижу в соцсетях все это дело. Дальше моя дочь, например, занимается гимнастикой на дому. Получается так, вот тоже, да, этими танцами. Спасибо тренерам, спасибо преподавателям, что независимо от того, что, как говорится, раньше это осуществлялось на платной основе, сейчас это получается бесплатно. Все это бесплатно, да? Да. Люди идут на контакт и видят, что всем, как говорится, сейчас находиться, можно сказать, на самоизоляции тяжело. И поэтому каким-то образом нужно отвлекать детей именно от тех соцсетей, тех сайтов, на которых им не нужно находиться. И там же столько много негатива. Вот как раз хотелось бы вернуться к нашему онлайн-проекту. То есть сейчас Тверское областное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство» и Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации «Юнармия» Совместно и при поддержке Комитета по делам молодежи, областного молодежного центра, нами была разработана эта программа, которую они помогают нам осуществить. Эта программа называется «Наши музеи. Наша память». О каких музеях, Сережа, идет речь? Сейчас уже много проведены съемки в двух непосредственно сейчас выставках и музеях. Первый – это «Четыре эпохи воинской славы» Союза десантников России. Союза десантников России, о котором об этом музее мы неоднократно говорили. Сейчас я сделал буквально вчера уже по этому музею онлайн-экскурсию. Соответственно, при помощи и поддержке Союза десантников Алексея Виноградова, Юрия Цветкова. Вчера мы все там отсняли. Онлайн-экскурсию, то есть ребята там ведут, там вообще великолепный музей, то есть там и ходят, и показывают, и рассказывают, да? Там очень многое можно что-то показать. Ребята все провели. Я вчера все это уже отснял. Сейчас идет монтаж. Мне помогает мой сын в монтаже. И сейчас вот мы смонтируем это, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем вот первый ролик уже увидеть. Также вчера были отсняты три войны, такие разные. Сергей Барков. Сергей Барков. Так точно. Все когда-то участники нашего проекта. Да, Рамазан Адамович Мусаев. Вчера вот они также провели там экскурсию. Для меня одного, так как в период коронавируса мы не можем приглашать туда детей. А ведь раньше же вот эти музеи, о которых сейчас идет речь, они постоянно посещались, да, школьниками? Ведь были экскурсии постоянно. Все школьные города. Помимо этого, мне хочется этот проект развить более широко. Уже существует договоренность о съемках в музее Игоря Ивановича Потапова. Это музей «Память сильнее времени» на Трехсвятской. Уже договорились мы о съемках на выставке научно-исследовательского военно-патриотического центра «Подвиг» и «Витязь». Уже непосредственно там же тоже ребята, которые ведут поисковики. Поисковики, да. Начнется, я надеюсь, да, вахта. То есть уже и вот Александр Михайлович Иванов, Сергей Юдин, они нас вот уже вот-вот ожидают так же на съемку. Так же отснимем, точно так же. И это пойдет в нашей соцсети. Вот хотелось бы, может, вас попросить помочь нам в этом, в распространении нашей информации. Ну, Сергей Борисович забыл еще нашего Олега Николаевича Толстых, который тоже будет участвовать в музее. Да, это выставка по Афганистану. То есть все общественные военно-патриотические организации. Так точно. Потому что сзади залежали все вместе, да? Помимо этого, буквально вчера, когда вот это все снимал, посетил очень хорошую идею. Я вчера вспомнил о том, что у нас в музеях и школьных, и в музеях города, и в музеях Калининского района, в школах, прекрасные музеи. Это и музей 21-й танковой армии, это музей Конева, это музей 8-й танковой армии и так далее. То есть и там можно будет так же все это продолжать. И вот это может стать, в принципе, большим заделом для того, чтобы... Вот это как раз и есть сохранение исторической памяти. И вот это, я думаю, что как раз и будет попадать под те пункты изменения Конституции, которые вот сейчас грядут, да? О сохранении исторической памяти. Ирина, я как раз и хочу добавить на эту тему, да? Мы сейчас говорим о том, что мы готовы сами изготовить данные ролики, готовы включиться в образовательную программу детей. Но здесь еще и идет так называемая игра. Мы включаем ребят, которые сами могут поучаствовать в чем-то. У нас сейчас на данный момент в юноармейском движении России проходит конкурс стихотворения, посвященный войне. Дети могут написать сами стихотворения. То есть здесь важно не прочитать известные эксцентры, а самому сочинять? Совершенно верно. И вот у нас уже есть такие претенденты, как мы говорим, да? Которые уже отправили свои работы в Москву. Это наши тверские земляки, наши ребята, наши юноармейцы. Из отряда «Сириус». Вот уже, как говорится, мы точно знаем. Ребята готовились сейчас очень сильно к участию в КВН. Но это, опять-таки, перенеслось, так как, может быть, скорее всего, я думаю, что это будет неплохой идеей провести ее онлайн. Но, опять-таки, детей вместе собирать нельзя. Здесь как-то не получится. А вот вопрос в том, что предложения по поводу шахматного турнира и шашечного турнира нас поддержали. Да, почему бы не? Они спокойно могут... Даже такие турниры могут пройти онлайн. И мы уже начали эту тему. Ну, уважаемые друзья, если мы говорили вот в конце года, по-моему, или в начале года, что осужденные играют по всей России онлайн в шахматы, почему бы наших детей не приучить к этому и не провести турниры? Это интересно, это азартно. Во всяком случае, это буквально развивает. Совершенно верно. Вот сегодня мы как раз говорим о том, что данная система иногда терпит сбои и что-то такое. А у нас по линии Министерства образования мы видим следующее, что, в принципе, каждая школа сейчас выходит именно на обучение на удаленке. К этому подключаются учителя. Но вот мое мнение было бы сделать обучение каким-то более общим, так как есть практики у преподавателей, более интересного преподавания онлайн. Потому что не каждому преподавателю, так как вот и нам, что-то либо дается лучше. У кого-то это получается, у кого-то нет. И если эти практики будут каким-то образом приветствоваться со стороны образования, мы готовы включиться с нашими видеороликами, с нашими видеорядами, для того, чтобы в процесс обучения мы могли вклиниться. Потому что дети не могут постоянно изучать русский язык, английский, историю. Они должны чем-то еще... Уважаемые друзья, у нас есть телефонный звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, на каком сайте можно будет посмотреть ваши виртуальные экскурсии? Спасибо большое, Елена. Хороший звонок. Значит, повторюсь. Это группы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте. Это сайт Всероссийской общественной организации «Боевое братство». И группы в перечисленных соцсетях. Это группа Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Тверское областное отделение. Это группа «Юнармия Калининский район». Это группа «Регион 69» «Юнармия». Ну, вот, наверное, так. Ну, много уже перечислил Сергей. Да. Ну, и я хочу добавить, если у нас сложится данная ситуация в рамках нашего проекта, который мы сейчас проводим, мы хотим его вынести на сайт Министерства образования или же сайт города Твери, правительства, чтобы для большего распространения. Чтобы больше распространения было, конечно. А почему всех школьников, по идее, должно интересовать, вернее, интерес вызывать экспонаты этих музеев? Ну, здесь мы еще и говорим о чем. Вопрос в том, что помимо того, что мы хотим это сейчас запустить, как раньше говорилось, на широкий экран, есть тема о том, что можно проводить дополнительно также уроки, как вот мы начали уже говорить, по сборке-разборке автомата, дальше по применению средств индивидуальной защиты, по поведению себя в определенных условиях. Здесь такие уроки готовы проводить как раз наши ребята, которые, как мы уже говорим, ослужили в горячих точках, которые могут поделиться своим опытом. И я думаю, что ребятам это будет очень интересно. Я сразу вспоминаю наши уроки НВП, да, с чем все началось, это было крайне интересно. Конечно. И когда человек ведет, который знает, о чем говорит, это же просто, это необходимо людям сейчас, это безопасность, о которой мы говорим? При нынешнем развитии интернет-ресурсов, соответственно, мы понимаем, что человек, который влез, как бы посмотреть наши уроки, он в этот же момент не может находиться где-то на тех сайтах, о которых вы говорили, там, и совершать что-то... Стать жертвой преступников, тех же самых, которых сейчас, к сожалению, к сожалению, все больше и больше. Ну, сейчас, в наше, опять же, непростое время, на данном этапе, вот буквально вчера вышла большая передача о онлайн-мошенниках уже на коронавирусе, уже на этой стезе... Конечно, найдется в любой ситуации, тем более сейчас на горе человеческом всегда найдется какой-то негодяй, который будет наживаться. То, что вы говорили до этого, Евгений Николаевич просто сказал, живем надеждой. Да, конечно, вера, надежда. А что нам остается? Вот у меня постоянно раздаются звонки. Мы совсем недавно провели игру «Снежный десант». Было, кстати, очень интересно, снега в феврале не было. Я приезжала на начало, я, к сожалению, потом уехала, потому что, к сожалению, у меня тоже была экстренная работа, экстренные вызовы последовали. Но я посмотрела, как была развернута полевая вода. На день как раз выпал снег, и все приехали, говорят, вот десант-то снежный. Действительно снежный десант. Ирина, а помните, я говорил, не было-не было снега, я говорю, так, помолюсь Богу ноги, позвоню в гидромедицентр. И так и вышло, да. Женя, Женя, вам тогда нужно будет туда позвонить или куда надо, чтобы наша ситуация быстрее нормализовалась. Потом люди из правительства звонили Евгению Николаевичу и говорили, Евгений Николаевич, а вы опять повторите ваши процедуры, чтобы провести лыжню в России? А, да, да, да. Которая на тот момент была еще не проведена. Ее же тоже перекладывали и перекладывали. Кстати, возвращаясь к музеям, мне почему-то показалось, что можно ведь проводить какие-то по просмотренному материалу. Можно проводить и викторины, и какие-то конкурсы, ну, чтобы у ребят закрепилось где-то на подкорке, да, что это такое, чтобы знали. Потому что сколько раз мы говорили, что, к сожалению, наше подрастающее поколение иногда выпадает из нашей великой истории и не знают элементарных вещей. Евгений Николаевич тоже упоминал уже о том, что юноармейское движение сейчас занимается много какими онлайн-ресурсами. Помимо всего прочего, сейчас прошла большая акция «Дорога памяти». Она еще до сих пор продолжается. Просто ее пик уже как бы прошел, но еще есть люди, которые продолжают это делать. И дай бог, чтобы это продолжалось. В чем она заключалась? Это, во-первых, развешивание различных постеров по этому в районе города, Калининского района. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что этот постер позволяет ребятам собрать материалы о своих предках и отправить эти материалы на указанный там ресурс. И эти материалы будут размещены в Музее Победы на Поклонной горе. Это вот о чем мы говорили с Андреем, да, с Авелевым? И в парке «Я патриот» на большом стенде. В Музее Победы, вы знаете, было очень обидно, когда вот последние экскурсии мы привозили в Музей Победы еще до начала пандемии. Наши ребята начали проверять онлайн-ресурсы, которые там у них расположены, и не нашли никого из тех, кого они искали. Я сам поговорил там потом с заместителем музея. Он говорит, ну вы же не присылаете. И вот после этого вот эта дорога памяти. Всего лишь навсегда, да? Да, и вот после этого дорога памяти. И вот сейчас я знаю точно, что очень много уже ресурсов тогда отослано, которые будут действительно висеть на больших интерактивных досках на всю Россию о наших с вами земляках. Это же своеобразный бессмертный полк получается, да? Да, только уже в интернете. Только уже в интернете. Вот, кстати, я думала сегодня о праздновании Великой Победы. Мы не знаем, поживем, увидим, что называется. Ведь бессмертный полк подразумевает собой выход тысяч людей. Вы знаете, вопрос в том, что мы не будем, конечно, загадывать, будем надеяться на лучшее. И мне кажется, все равно шесть произойдет. И пусть это даже будет не 9 мая, пусть это будет в день, когда был Парад Победы в 45-м. Пусть это будет июнь. Но все равно мы должны будем это провести. Да даже если это будет 16 декабря. Совершенно верно. Все равно мы должны это провести. Так я уже говорил, да, что год объявлен годом памяти. И все мероприятия, которые планировались, они должны будут быть. Независимо от того, что наших ветеранов остается все меньше и меньше, мы должны сейчас их очень беречь. Тем более, особенно в данных условиях. Мы должны вообще беречь все старшее поколение. И пытаться говорить им, не надо выходить на улицу. Если вам что-то нужно, позвоните по телефону. Существует телефон горячей линии, в том числе. Существует помощь волонтеров. Совершенно верно. Вот к этому вопросу мы сейчас подошли. Вопрос в том, что правительством Российской Федерации при поддержке Народного фронта была создана горячая линия. Телефон 8 800 234 11. Запомните, уважаемые друзья, давайте еще разочек повторим этот телефон. 8 800 234 11. Если ветерану, пенсионеру нужна помощь, участнику Великой Отечественной Фронтовику, дети, войны, неважно. Сказано, у всех, кто старше 65, лучше находиться дома, а тем более люди более уважаемого возраста. Совершенно верно. И здесь речь идет о том, что не выходить за территорию своей квартиры. Позвонить на горячую линию. Да, я понимаю, что кул-центр, он сейчас немножко перегружен, но все равно постарайтесь дозвониться и дозвонить. Он работает круглосуточно. Вашу заявку примут. Вы расскажете, что вы хотите, что вы хотите видеть, что вы хотели купить. После чего заявка обрабатывается волонтерами, они покупают вам продукты, после чего вы им возвращаете деньги при передаче этих продуктов. Волонтеры заходят, это ли с порога это происходит, передача для безопасности? Значит, вопрос в том, что инструкция по работе волонтеров, она разработана. Ребята обеспечены средствами защиты, это перчатки, маски, антисептики. Покупая продукты, они приезжают к дому, предварительно происходит звонок. Человек, зная, что к нему идут волонтеры, так как мы сейчас с вами только что говорили по поводу мошенников именно в интернете, я хочу предупредить следующее, что если к вам поступает на линию какой-то звонок, не думайте, это могут быть мошенники. А почему горячая линия работает и вам, когда вы зарегистрируетесь, свою заявку, вам скажут ваш личный номер, это будет как код. Потому что номер присваивается каждой заявке, вы его обязательно запишите и запомните, когда вы дозвонились, вам перезванивают и говорят, когда вам удобно принести. И вы будете знать, что в это время придет именно волонтер, а не кто-то со стороны. И кто-то воспользуется вашей беспомощью. Главное, да, мы же постоянно предупреждаем пенсионеров, чтобы ни в коем случае не открывали незнакомым дверь. Потому что ваш номер телефона будет знать только Кул-центр, волонтер и вы. Эта информация никуда не уйдет. Женя, вот этот номер 8 800 234 11, по нему реально можно дозвониться. Да, звонков много наверняка, да? Много. Но надо подождать и реально можно дозвониться и получить помощь. Волонтеры такие есть? Волонтеры, наверное, из числа студенческой молодежи? Волонтеры-медики сейчас на данный момент работают, волонтеры-победы, волонтеры-волонтерской роты боевого братства. Но эти ребята сейчас вот буквально закончатся передача, мы сейчас поедем разварить данный продукт, боевой братства. Вызовов много? Вызовов много. По всему городу? Много. Спасибо администрации, помогают транспортом, бензином, техникой. Да, это очень важно. Это очень важно, потому что работу, которую они осуществляют, она очень нужна, в первую очередь, для того, чтобы прекратить данную эпидемию, меньшего контакта людей старшего поколения в магазинах, в аптеках. Хочу сказать большое спасибо всем индивидуальным предпринимателям, всем руководителям продовольственных магазинов, небольших бутиков, аптек, которые ведут правильную инструкцию по пользованию теми же аптеками. Нарисовали полосы, расстояние от посетителей должно быть не менее полутора метров. То есть я сам вчера лично заходил в аптеку и видел красные полосы на полу аптеки, вот возьмем на Коноплянниково, да. Я постоял, посмотрел, люди понимают, что не нужно заходить, не нужно никому повторять, что вот если есть красная линия, за нее не надо заходить. Пока один человек был не обслужен, никто больше не заходил. — Маски пенсионерам сейчас нужны, ветеранам, куда приходят волонтеры. Каким-то образом будет помогать общественность в выдаче этих масок? — Ирина, знаете, вопрос в том, что маска, она работает, согласно медицинских терминов, в течение двух часов. Самому ветерану и человеку пожилого возраста, находящемуся в квартире, она не нужна. Зачем ему? — Если он не выходит. — Совершенно верно. А ребята, они приходят все в масках, в перчатках, то есть они работают, это их работа. Прямого контакта, я еще раз говорю, расстояние не более полутора-двух метров, потому что в руки они передают, только пакет ставят на табуретку или на какой-либо коврик, который с собой приносят. После чего просто кладут заявку лист, на который расписывается человек, что он все получил. — И сумма денег. — Совершенно верно, совершенно денег. И там чек. — И чек. Сереж, в Калининском районе такая работает система? — Да, да, работает. — В Калининском районе работает. Это, соответственно, также и волонтеры. Но не привлекаем юноармейцев, так как по закону волонтеры должны быть с 18 лет. — С 18 лет. Ну юноармия, их детей самих, наверное, нужно ограждать. Вот если мы говорили, столько много сделано, чтобы они не выходили из дома. — Поэтому юноармейцы именно не принимают участие. Ну, я думаю, на данный момент у нас все равно получается их чем-то занять. Потому что, если брать, допустим, то, что вы говорили, конкурс стихов, помимо всего прочего, сейчас еще, помимо интерактивных музеев, Тверское областное отделение боевого братства, сейчас вот идет хороший конкурс «Память сильнее времени». Это конкурс сочинений, конкурс рисунков. У меня уже в большинстве школ розданы они, ребята работают. Уже со многих школ поступали звонки, Сергей Борисович, а привезите еще. Уже не хватило, уже. Ну вот, пока как-то так. — Кстати, со школами сейчас как? Контакт поддерживается? Он не прекращался, этот контакт? Может быть, там что-то сделать? Или школы закрыты? С учителями как-то вы связываетесь? С воспитательной работой? — Не только. Даже по Калининскому району есть контакты и с городскими школами. Есть контакт и с управлением образования Калининского района. Есть контакты с управлением образования города. Здесь интересный момент, конечно, в том, что, поверьте, сейчас им нелегко. Потому что учителям, вот Евгений Николаевич об этом уже упоминал, самим сейчас приходится во многом учиться вот именно этому введению урока онлайн. — Когда ты не видишь глаз детей, вот это, это... — Нет прямого контакта, да. — Это первое. Второй момент, что... Я вот тут поспорю, наверное, с Евгением Николаевичем. Далеко не во всех школах и далеко не у каждого есть интернет, есть какие-то мобильные средства, связи. — Но мы здесь говорили, Жень, больше, может быть, о жителях от детих областного центра. — Ну, понятно. — А Калининский район, да, там, наверное, может быть проблема. — Я бы сказал, что и в городе у многих есть проблемы, допустим, на данный момент с тем, что у кого-то не работает дневник РУ, у кого-то не работают различные вот такие же системы, которые на данный момент используются в школах для ведения вот этого. — Каждый ищет выход сам. — Ну, уважаемые друзья, ну, вспомним наше детство, но не было у нас интернета. Мы читали, да. Ну, конечно, можно было бы идти погулять сейчас, не та ситуация, но существуют книги, которые еще никто не отменял. — Ну, в первую очередь есть телефонная связь, так как я считаю, что и учителя могут сделать следующее, что если нету видеосвязи, если нету интернетной связи, да, то спокойно могут позвонить всем детям, сказать, какой параграф прочитать и к чему готовиться на следующий день и на какие вопросы отвечать. — Кстати, вот у нас, я знаю, что у нас еще в этой студии будет дополнительный эфир именно с учителями о дистанционном обучении. Наверное, существуют в школах службы, воспитательные или классные руководители, которые проверяют по возможности, чем занимается ребенок, да? То есть он не предоставлен сам себе или родителями? — И вы затронули вопрос, да, каково наше общение с учителями или с работниками Министерства образования, Департамент образования. Речь шла, да, о том, что все мероприятия, которые были запланированы, они будут проведены, но за момент того, когда человек находится на системе самоизоляции, приходит очень много различных мыслей, которые человек потом думает, как бы их воплотить в жизнь. Так вот, помимо того, что у нас была идея о проведении второй Олимпиады, которая должна была произойти... — Но уже не просто идея. — Она уже не идея. Она превращается теперь в более глобальную. Это уже будет не Олимпиада, это будет Спартакиада. И она будет такая расширенная, которая перейдет потом в Орленок. Кстати, в этом году должно было быть Орленку 25 лет. — В каком месяце? — Мае. — Ну, давайте будем думать о хорошем. — И вопрос в том, что ребята сейчас должны просто дома готовиться к этому всему. Сроки будут очень сжатые. Все это произойдет быстро, потому что, во-первых, нужно догнать будет все в учебе. Нужно догнать будет все в спорте. И мы понимаем, что сейчас как раз вот именно и проверяется человек на его силу воли, на его смекалку, на его выносливость, на его правильность восприятия мира. — Вы знаете, сегодня утром почему-то подумала, вспомнились годы войны, вот дома-то всякие разные приходят, какое испытание выпало на то поколение. А это испытание нашему поколению. И если мы знаем, что выдержали то испытание, то нам надо, мы не должны упасть лицом в грязь. — То есть мы должны выдержать, выстоять и победить. — Да. В первую очередь, это, наверное, все-таки самодисциплина и самоорганизация. Вот только тогда человек сможет, даже сидя дома, даже нет у него дома родителей на данный момент, потому что мама может быть медработник, который на службе, папа может быть милиционер, который на службе, полицейский. Но он сможет самоорганизоваться, этот ребенок, и провести занятия, провести онлайн, все сделать, подготовить, отослать свои домашние задания учителю. Вот это и есть самоорганизация, вот это и есть дисциплина. — Или же подтянуться, да, подтянуть себя в физической подготовке. — Так точно. — Поджиматься, приседать, делать все, что угодно. — Я бы сказал, для многих, кто имел небольшие там какие-то отставания по программе образования, да, там троечники и так далее, они могут сейчас наоборот подтянуться. — Подтянуться, конечно. — В том смысле, что у них не будет прямого контакта с учителем, и нельзя будет сказать, вот этот учитель хороший, этот учитель плохой, это мне нравится, это мне нравится. — Все зависит от себя. — Здесь будет все зависеть только от самого ребенка. Уважаемые друзья, у нас уже совсем мало осталось в эфире времени. Давайте несколько слов буквально о планах, которые наверняка сбудутся, подготовка к Великому Дню Победы. — Вы знаете, я хочу сказать, что сейчас в ближайшее время мы думаем где-то дней через 10 провести урок по строевой подготовке. Именно договориться с ребятами, которые смогут это дело показать на камеру, каким образом надо держать ногу, сколько времени, как должны двигаться руки, маршировка на месте. Начало движения с тревим шагом, повороты, дальше, повороты кругом, ворот направо, налево. На данный момент мы должны сейчас быть во всеоружии, что вот вдруг завтра все будет хорошо, и завтра у нас парад. — И нам скажут в строй, и нам скажут в бой. — Сразу победа. — Совершенно верно. Ну, мы будем надеяться на лучшее, еще раз говорю. Все эти уроки будут записаны, все эти уроки будут преподаваться в соцсетях. Мы говорим сейчас о том, чтобы родители больше времени проводили на данный момент с детьми, чтобы дома играли в настольные игры, общались. Как раз есть такой сейчас вариант, вот именно для общения в семье. Как вот сейчас многие поговорки, анекдоты ходят, да, а оказывается, неплохие люди у нас в семье. — Да, а когда? — Есть о чем поговорить. — Есть, всегда есть о чем поговорить. Сереж, ваши рекомендации жителям региона? — Надежда, вера, все будет хорошо. А те мероприятия, которые у нас были запланированы, я думаю, мы все равно их проведем. Это вот и спортгенция региональная, которая, кстати, в этом году пройдет уже по договоренности в новом открытом центре в Брусилово. Уже с директором есть договоренность, уже все посмотрели там помещение, все уже там было подготовлено, но вот не получилось. Ну, я думаю, это получится. Пусть все готовятся. — Уважаемые друзья, телефонный звонок у нас в конце эфира. Говорите, пожалуйста. — Алло. — Здравствуйте, как вас зовут? — Меня зовут Юрий. — Юрий, ваш вопрос? — А, как-то говорить-то я не умею. — Ну, быстрее, у нас эфир заканчивается. — Короче, в Чехословакии памятник Коневу. Ну, сняли и это самое. Почему бы не сделать так, чтобы он у нас был? — Да, я услышал этот вопрос, потому что время заканчивается. Мы написали письмо на имя губернатора от общественных организаций, чтобы привезти его сюда, к нам, в город Тверь, так как Конев начинал свою деятельность здесь у нас, и поставить его на площади, на Комсомольской площади, возле улицы Конева. — Я думаю, что вот этим вот позитивным моментом и пожеланием здоровья мы заканчиваем нашу программу. Спасибо огромное за участие. И пусть все наши планы сбудутся. — Спасибо. — Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»